В Гилёвскую область приехали две телевершины 12-го национального телевизионного конкурса. У Зногороду за лепшую информационную программу регионального телебачения досталась программе «Выники» телерадиокомпании «Шклоу». Телерадиокомпания «Могилёв» завоевала гран-при за лепший проект регионального телебачения. На этот раз за специальный телепроект «Перамога в очами молодых». Так само у коллектива нашей телерадиокомпании «Два сребра». Каб вызначить «Пераможца» у 25 номинациях, профессийная жюри проглядела больше за 280 творчих работ. У «Вынику» телерадиокомпания «Могилёв» третий раз за пошние четыре годы завоевала гран-при за лепший региональный проект. Таким жюри признала специальный телевизионный проект «Перамога в очами молодых», який был присвеченный 70-ю годзю «Великой Перамоги» и подтриманный каналом «Беларусь-2». На протягу нескольких дней молодые люди и удельники акции находились у полной изоляции от сучасного света. Ниакой связи интернета и бытовых выгод. Часовым притулком молодых людей стала былая партизанская зона, увезцы Усакина, Кличевского района и реальные землянки. Телевершинью за лепший проект регионального телебачения на сцене Палаца Республики отримали редактор телерадиокомпании «Могилёв» Седа Каспарова и главный режиссер Валерий Яромин. А кроме того, у телерадиокомпании «Могилёв» два серебряных диплома «Телевершиня». Другое место заняли программа «Новинный регион» у номинации «Лепшая информационная программа регионального телебачения». А так само автор программы «Дача» Татьяна Ларина у номинации «Лепший ведучий регионального телебачения». Продолжение следует...